Животные доставляют нам массу положительных эмоций. Но среди братьев наших меньших встречаются очень особенные экземпляры, которые становятся известными на весь мир. Герой этой истории – рыжий кот по кличке Томби, но если бы это животное было обычным домашним питомцем, то рассказ о нём вряд ли был бы столь интересным. Дело в том, что Томби – это кот, который стал полноправным участником учебного процесса. Рыжий бездомыш начал захаживать в обычную начальную школу в турецком городе Измир. Этот кот быстро стал настоящим местной, а потом и мировой знаменитостью, но самое главное – он нашёл верных друзей и защитников. Сначала голодное животное искало еду на территории школы. Но однажды кот зашёл в один из третьих классов в то время, когда там шёл урок. Животное вело себя на удивление тихо, никому не мешало. Преподавательница Узлемпы на рывашку решила не выгонять кота, который спокойно сидел за одной из парт. Дети были в полном восторге от такого решения. Кот почувствовал себя среди детей как дома. Конечно, он стал часто захаживать в свой любимый третий класс. Со стороны может показаться, что оставить кота с маленькими детьми во время их обучения – это не самая хорошая идея. Но на деле такое решение учительницы оказалось очень правильным. Сотрудники школы отправили животное к ветеринару, повесили на его шею красивый ошейник. Дети обожали кота, который почти постоянно проводил с ними время. Ученики подкармливали и гладили его, отчего Рыжик был просто в восторге. Дети помогли коту, но он не остался в долгу. Томби, который стал неотъемлемой частью класса, всегда вел себя очень прилично. Вам может показаться, что животное отвлекало детей от уроков. Но на самом деле ученики быстро к нему привыкли, гладили только на перемене. При этом кот стал настоящим антистрессом для детей. Вспомните, как нелегко многим из нас приходилось в школе. Большая нагрузка, ссоры с одноклассниками, переживания из-за оценок – всё это огромный стресс для детей. И Томби прекрасно с ним справлялся. Кот помогал ученикам успокоиться, уменьшить уровень стресса. Томби действительно хорошо влиял на учеников. Они стали с нетерпением ждать начала уроков, спешили на занятия. Но знакомство с третьеклашками было большой удачей и для самого кота. Томби буквально жил в классе, он стал почти настоящим домашним питомцем. О нём заботилось сразу несколько хозяев, которые обожали своего нового друга. Томби был обработан от паразитов, поэтому не представлял опасностей для детей. Но не всё было гладко в этой истории. Один из родителей ученика класса забеспокоился, что его ребёнок так тесно общается с бездомным котом. Так в администрации школы появилась жалоба на Томби. Директор сказал учительнице, что кота нужно убрать из класса. Дети были очень расстроены, но ничего не могли сделать. Учительница нашла коту новый дом, но Томби очень скучал без детей. Тогда она решила забрать его к себе. Но кот был явно подавлен от того, что не может видеть школьников. Животное даже перестало есть. Озлем Пынар Ивашку решила рассказать об этой истории в социальных сетях. Её пост быстро стал вирусным, облетев весь интернет. Реакция пользователей была единогласной – нужно вернуть несчастного кота в школу. Когда автор жалобы узнал, как сильно страдает животное и сколько людей неравнодушны к этой истории, он решил перевести своего ребёнка в другой класс. Это позволило изменить ситуацию. В итоге директору школы ничего не мешало разрешить коту снова жить в классе с детьми. Ученики с восторгом встретили своего любимца, который опять стал посещать уроки. Томби выглядел по-настоящему счастливым и спокойным, снова начал хорошо питаться. Ученики же говорили, мы очень любим Томби, он очень важен для нас, он такой же ученик, как и мы, Томби – особенный кот. Учительница решила подготовить табель об успеваемости не только для детей, но и для всеобщего рыжего любимца. Ведь Томби тоже посещал все занятия. А ещё необычный кот стал героем книги, которую написала Озлемпы на Ревашку. Оставить животное на занятиях было очень смелым и необычным решением, но оно явно того стоило. Животные делают нас лучше, контакт с ними особенно полезен для детей, которые начинают более уважительно относиться ко всему живому окружающему миру. На этом всё друзья, обязательно поделитесь видео с друзьями и близкими, пишите комментарии и ставьте лайки. До скорого!